Коллеги, ну, наверное, прежде чем начать доповедь, я как аллерголог всё-таки отвечу на вопрос про молекулярную диагностику. Вы понимаете, молекулярная диагностика, она будет важна для врачей-аллергологов, когда они будут назначать специфическую иммунотерапию. Вот для нас там очень важно, оно по мажорам или по минорам идёт сенсибилизация. Это первый вопрос. И второй момент. Вы же учитываете, что наличие сенсибилизации – это не равно аллергии. То есть может быть сенсибилизация, но без клинических проявлений, а может быть аллергия, но она не по механизму ИГИ-зависимая, потому что всего четыре механизма развития аллергии, она по совершенно другим механизмам. И вот этот четвёртый тип, который клеточный, который замедленный, его гораздо сложнее и найти, и выявить. Вот то, что говорила в своём докладе Виктория Александровна, только двойное, слепое, плацебо-контролируемое. Просто вопрос, где взять плацебо. У нас открытая провокационная проба. Только вот этот момент может вам, как практическим врачам, дать ответ на вопрос, надо или не надо иллюминация. А молекулярная аллергология – это да, это классно, это круто, это безумно интересно. Но это сегодня именно для вот этих вот узких возможностей и потребностей наших. В отношении крапивницы трудно оценить, переоценить её актуальность. Прежде всего, это распространённость, потому что доказано, что каждый четвёртый человек в жизни хотя бы один раз испытывает крапивницу. Второй момент, что даже самые современные лаборатории мира при самом внимательном исследовании могут не найти причину хронической крапивницы. Последнее исследование, посмотрите, о влиянии на качество жизни пациента с хронической крапивницы. Это и депрессия, и тревога, и проблемы со сном, и ещё очень-очень много проблем. В Европе, когда оценивают какой-то препарат или эффективность каких-то алгоритмов лечения, они чаще всего берут критерий именно качества жизни. Это то, что позволяет отследить вот эти вот дальние прогнозы, а не так, что вы помазали чем-то, убрали, например, зуд, и через три дня зуд снизился на два параметра. Я только убрали препарат, и зуд опять вернулся на 10 пунктов выше. Качество жизни, вот это то, что сегодня поможет нам оценивать эффективность и качество у детей, у людей, которые страдают хроническими заболеваниями. А аллергия, к огромному сожалению, это хроническое заболевание. И мы не можем полностью её излечить. Мы можем только разрабатывать и говорить про длительную ремиссию, про контроль заболевания и про правильные подходы к ведению и лечению этих больных. Одна из проблем – это крапивница. И последняя рекомендация – это рекомендации 2017 года. Все уважаемые организации – это и Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии, и Европейское сообщество по аллергии и по астме, и Европейский дерматологический форум, и Всемирная организация по аллергологии. Вот все они пришли к единому консенсусу, и основные положения я вам сейчас хочу показать. Прежде всего, в отношении классификации. Острая – до 6 недель, хроническая – более 6 недель. Наибольшие проблемы – это, конечно, вот эта хроническая крапивница. Это спонтанная, там, где конкретный вызывающий фактор не определен. И индуцибельная, когда специфический вызывающий фактор определен. Индуцибельная – да, легче, проще, понятна причина, этиологический подход позволяет нам решить. Когда не определен вот этот провоцирующий фактор, когда она хроническая – наибольшей сложности введения таких больных. В отношении индуцибельной крапивницы – это и симптоматический дермографизм, и холодовое, и замедленное давление, солнечное, тепловое, вибрационное, холенергическое, контактное, аквагенное. Но, в принципе, здесь по классификации ничего не поменялось, и все эти виды крапивницы мы также и знали, и использовали. Несколько клинических примеров пациентов с крапивницей, но, как правило, диагноз крапивницы поставить нетрудно, потому что характерный уртикальный элемент – это отек сосочкового слоя дермы. Гораздо, конечно, сложнее найти причину и выработать правильную тактику введения, если это хроническая крапивница, когда она длится больше шести недель. Какой алгоритм принят сегодня? Первое, с чего начинается терапия – это антигистаминные препараты второго поколения. В Европе второе поколение – это и активные метаболиты второго поколения, то, что в Украине некоторое время называлось третьим поколением. То есть третьего поколения в Европе нет. Все это второе поколение. Первое поколение – это супрастинт, авигил, диазолин, фенкарол, фенисил – вот это первое поколение. Все остальные препараты новые, опять-таки второе поколение – активные метаболиты второго поколения. Далее я еще вам их покажу. Если неэффективно в течение 2-4 недель – это антигистаминные препараты второго поколения, и дозу их можно увеличить вплоть до 4-х кратной. Неэффективно добавить к антигистаминным препаратам второго поколения – амолизумаб. Это препарат, который – блокатор иммуноглобулина И, ксалар. У нас, к сожалению, нет опыта ведения детей с применением амолизумаба. Чтобы вы понимали, одна доза этого препарата стоит 500-600 евро. Вводить надо в зависимости от того, какая масса пациента и насколько повышен у него уровень иммуноглобулина И. То есть лечение в месяц это будет занимать там 1200-1400 евро. У нас коллеги из Киева, которые применяли амолизумаб в лечении тяжелых форм бронхиальной астмы, у них по государственным программам был этот препарат, у нас было несколько пациентов. Единичные курсы, которые смогли купить по 500-600 евро, без сомнения. Это терапия будущего, когда блокируются конкретные антитела, но на сегодня достаточно трудно применять. Антигистаминные препараты второго поколения плюс циклоспорин. Следующий подход к терапии, если неэффективен амолизумаб – иммуносупрессивный препарат. А то, с чего мы начинаем с вами лечение, мы начинаем с кортикостероидов. Они используются только в случае тяжелого обострения, они используются короткими курсами. И опять-таки, если не устранена причина, если вам не удалось найти причину для введения больных с хронической крапивницей, которые более 6 недель, они очень мало вам помогут. И также обращаю ваше внимание, что у нас раньше были и блокаторы H2 рецепторов. Симитидин на сегодня не доказана их эффективность, они исключены из протокола. Опять-таки, обращаю внимание в отношении Монте-Лукаста, блокатор лейкотреиновых рецепторов. Тоже с ним мы связывали большие ожидания. Из протокола в лечении хронической рецидивирующей крапивницы и препараты, которые блокаторы лейкотреиновых рецепторов, и препараты, которые блокаторы H2 рецепторов, на сегодня, 2017 год, они исключены. У нас с вами остается, но я не беру амолизумаб, и я не думаю, что вы будете применять циклоспорин. Это единичные больные, но вот при атопическом дерматите циклоспорин, ну может быть мы принимали у двух или у трех больных за последние пять лет. По крапивнице я даже вспомнить не могу, чтобы кто-то или выступал в Украине, или мы, чтобы принимали при лечении хронической крапивницы. Потому что, как и все иммунотропные препараты, как цитостатики, достаточно много побочных эффектов. В отношении того, что есть сегодня в нашем распоряжении, это только антигистаминные препараты и антигистаминные препараты нового поколения. В 1937 году были созданы первые антигистаминные препараты. Стало понятно значение гистамина в развитии практически всех аллергических реакций. И значение этого открытия было столь велико, что за него получили Нобелевскую премию. И до 80-х годов это была эра препаратов первого поколения. Но вы помните, что они проникают через гематренцефалитический барьер. Они вызывают сонливость. Для их работы необходима активация печени через систему цитохрома П-450. Они обладают кардиотоксическим действием, тахифилоксией. И все эти проблемы привели к тому, что начиная с 80-х годов пошла эра препаратов второго поколения. И активные метаболиты второго поколения это фексофенадин, дезлоратадин и левоцетиризин. Три препарата, которые ранее назывались третьим поколением, но сегодня мы их называем активные метаболиты второго поколения. То есть именно для этих препаратов доказано, что можно увеличивать дозу в 4 раза, то что предлагает нам европейский протокол. Именно для этих препаратов доказан противовоспалительный эффект и возможность длительного применения. Но все равно стоит проблема выбора. И очень актуально об этом говорить сегодня, когда черная пятница, мы уже вспоминали. Когда надо выбрать что-то. И в отношении выбора антигистаминных препаратов тоже большая проблема. Прежде всего, на что вы обращаете внимание, это решение вопроса эффективности. Кто эффективнее? Кто сильнее? Трудно сориентироваться, потому что у каждого препарата, без сомнения, есть очень достойные исследования, подтверждающие его эффективность. Но вот те работы, которые сравнивают, их не так много. И обратите внимание, те исследования, которые вы должны принимать во внимание, они должны быть двойные, слепые, рандомизированные, плацебо-контролируемые. То есть результаты этих исследований, они сохраняются десятилетиями в клиниках, которые это проводят. И представители любой компании могут затребовать эти документы для того, чтобы проверить, а все ли честно сравнивались. Именно исследования, которые этому уровню соответствуют, сегодня нами применяются в доказательной медицине при выборе алгоритмов лечения. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. 2002 год, когда, в принципе, вышли вот эти все активные метаболиты на рынок, и надо было понимать и как-то ориентироваться, где чья ниша и кто как работает. На волонтерах смотрят эффективность, потому что когда у больного есть какое-то заболевание, может меняться метаболизм этого препарата под влиянием этого хронического заболевания, той же самой крапивнице. Какая ее причина же не очень понятна. Индуцировали гистамином Валдырь. Взяли препараты левоцитеризин, эбастин, фексофенодин, лоратодин, ну, мезолостина нет, плацебо. И измеряли размер Валдыря через 0,5, 1, 2 и так двое суток до 24 часов. Что получилось? Что по силе? Наиболее сильный это левоцитеризин, фексофенодин, второе место по силе, третье по силе лоратодин. По скорости эффекта замеряли же размер Валдыря через 30 минут, час, два и так далее. Через час значимое было снижение от гистамина. Левоцитеризин, фексофенодин, мезолостин. Через 4 часа значимый был эффект у лоратодина. Это одно из исследований. Следующее исследование. Эффект в течение 5 дней. Опять-таки, плацебо контролируемое исследование. Здесь уже просматривали препараты. Дезлоратодин, сетеризин, фексофенодин, 120 и 180, левоцитеризин и лоратодин. Практически все те препараты, которые сегодня мы обдумываем, прежде чем принять решение про лечение больного. Снова-таки, здоровые волонтеры, чтобы на метаболизм ничего не влияло, индуцировали гистамином Валдырь. 5 дней получали препараты. И оценка диаметра Валдыря проверялась каждые 2 часа, потом на вторые сутки и аж до 9 суток оценивалось влияние препарата. В результате наиболее сильный эффект дает левоцитеризин, на втором месте цитеризин, третье место разделили фексофенодин, причем 120 и 180 мг одинаково были по эффективности. И лоратодин, дезлоратодин наиболее низкий по силе воздействия. Аналогичные исследования были проведены по всему миру, начиная с 2002 года, потому что 2001 год создали дезлоратодин. И также показывает преимущество левоцитеризина при решении вопроса кожных проявлений аллергических заболеваний. Помимо эффективности, следующий важный критерий это безопасность, потому что есть больные, которых нельзя вылечить, но нет больных, которым нельзя было бы повредить. В отношении левоцитеризина он применяется с 2001 года и у европейских препаратов длительность применения это одна без сомнения из критерий их безопасности. Все мы помним историю сервье, когда вы помните вот этот препарат для носа и для горла. Биопорокс, да. Больше 20 лет был препарат на рынке, были описаны единичные побочные эффекты, препарат ушел с рынка. Были созданы первые антигистаминные препараты терфин-11-мезол. Думали, что они безопасны, это второго поколения. А потом при увеличении дозы были отвечены кардиотоксические эффекты. То есть без сомнения, когда с 2001 года препарат применяется по европейским стандартам, это показатели еще его безопасности. На что вы должны обращать внимание, чтобы была исследована фармакокинетика и фармакодинамика у детей раннего возраста. Ведь сегодня для препаратов первого поколения прописана возможность применять в грудном возрасте. Но почему она прописана? Потому что в то время, когда эти инструкции утверждались, не стоял там вопрос безопасности. В отношении препаратов второго поколения практически все они прописаны с двух лет. И только некоторые препараты доказано, что можно применять с шестимесячного возраста. В отношении левоцитерезина доказано, что можно применять с возраста шесть месяцев. Более того, изучена его фармакодинамика и для детей раннего возраста он применяется в кратности применения не один, а два раза в день. Потому что период полувыведения более короткий. Что еще является доказательством безопасности с одной стороны, а с другой стороны демонстрацией, что такое доказательная медицина. Когда левоцитерезин появился на рынке и были открыты его чудесные эффекты, очень хотелось профилактировать развитие бронхиальной астмы. Потому что все вы знаете, что атопический марш он предполагает, что у 38, у 40% детей, страдающих атопическим дерматитом, развивается к 3-4 годам аллергический ренит и бронхиальная астма. И было отобрано в 12 странах мира 2500 детей скринировано и 500 детей атопиков отобрано с самого раннего возраста, 1-2 года. И эти дети в 18 месяцев, полтора года получали левоцитерезин. У них все равно развилась астма. И доказательная медицина пишет, что левоцитерезин не может предотвратить развитие астмы, как и все другие препараты. По цитерезину было аналогичное исследование. Но зато он показал, что 18 месяцев дети, мало того, что с самого раннего возраста, так еще те, которые атопики, могут применять этот препарат. И не описано значимых побочных эффектов по сравнению с плацебо. Без сомнения, это исследование ИПАК. Ранняя профилактика астмы у детей атопического с атопией является доказательством безопасности препарата. Дозу повышать в 4 раза. Доказано, что для левоцитерезина мы можем это делать. И проводилось сравнение применения различных препаратов. Левоцитерезин, первый столбик, дезлоратодин и процент позитивных эффектов на фоне 20 мг, то есть 4 таблеток левоцитерезина, был значимо выше. При выборе препарата для ребенка, страдающего аллергией, без сомнения, лучше брать форму. Либо таблетки, если это после 6-12 лет, в раннем возрасте отдавать предпочтение каплю, а не сиропом. Без сомнения, сам сироп, вот эти красители, ароматизаторы, они сами не дают аллергической реакции, потому что аллергию может вызвать только полноценный белок. Но они являются гоптенами, и в связи с собственным белком они приобретают вот эти иммунологические свойства и возможные аллергические реакции. Химическое вещество, с ним мы связываем эффект, и лучше, чтобы оно было либо в таблетке, либо в растворе, в каплях. Чудесные свойства связаны с тем, что этот препарат с самым низким объемом распределения. Посмотрите, 0,4 в сравнению со всеми другими. Объем распределения, чтобы не вдаваться в сложные подробности, он показывает, как препарат проникает внутрь клетки или остается снаружи. В отношении левоцитеризины он остается снаружи, там, где есть гистаминовые рецепторы, то есть практически не проникает внутрь клетки, наверное, с этим и связана его высокая безопасность. Ну и доступность, потому что никто не возражает против применения амолизумаба, то есть ИГИ-блокаторов, но на сегодня это то, что доступно единичным нашим пациентам. Таким образом, крапивница является актуальной проблемой педиатрии, которую очень легко диагностировать, но практически очень тяжело вылечить, особенно при хроническом течении, начинать надо лечение с антигистаминных препаратов второго поколения. И среди всех препаратов антигистаминных активные метаболиты второго поколения, левоцитеризин, а у нас есть аллерзин, который европейский препарат практически по украинской цене, может быть препаратом выбора. Спасибо за внимание. Спасибо.